Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Москву на арену ЛГБ, где совсем немного времени остается до начала очередного матча фонбет регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором московская Динамо примет московский же Спартак. Нет, мы его увидим еще. Просто играть надо. Постоянно играть. Мы пытаемся вратаря распределить так, чтобы у них была игровая практика. Сегодня по плану Матарыгин должен был играть, и Ярославлево завтра играет за Динамо в Санкт-Петербурге и возвращается обратно. Ну, посмотрим, как решили разбить ребят. Тоже смотрим какие-то, опять же, повторюсь, сезон длинный. Хотим посмотреть какие-то другие варианты на будущее. Поэтому будем, по крайней мере, понимать, кто с кем может играть, как играют. Поэтому пока это время есть для этого, мы пытаемся пробовать. Павел Кудрявцев и 87-й Егор Римашевский. Спартакцы вбрасывание выиграли. Бросок. Состоялся бросок. Но складывается Матарыгин. Сводит щитки и шайба где-то между ними. Там застревает. Ставится игра на пол. И Михалчайковский. Это гол. Атака Динамо. Сходу встречается пакет. Санкт-Петербург. И это гол! Оу! Расстреляется у вратаря. Там Уилл здорово. Он от двух пошел. Вот, смотрим, вот два игрока. Перед ним он сбрасывает. Ну, а здесь уже Сусов расстреляет у Савиков. И позиционно не лучшим образом сыграл. Смотрите, как далеко располагается защитник. Пакет мог делать что угодно. То, что он и сделал. У него отличный кисевый бросок. И с такой позиции, конечно, он забьет. В давлении разбирает игроков на бортах. Биттен. Подскочивший с шайбой. И теперь уже с близкого расстояния пытаются ее затащить буквально в ворота игроки красно-белой команды. Танцы там не сразу, но удалось шайбу обработать. Вот пошел уже розыгрыш. Бросок. Рикошет. Перекладывается Матарыгин. Шайба полетела в створ. Да, погасила скорость. Но, тем не менее, вдвиженного болевого у «Динамо» Николаев уже предупреждает своих об этом стуком клюшки. Бросок в ближний угол. Матарыгин шайбу не зафиксировал. Но топить ее не позволили его партнеры. Спартаковцы в спартаковской зоне. Здорово. Михеев идет в это единоборство. И подуставшего Спашина отстраняет от шайбы. А дальше следует достаточно плотный бросок от Кирилла Адамчука. И шайба рядом со штангой пролетает. Снова «Динамцы» возвращаются. Шайба в конек. Королева. Момент у Худрявцевой с неудобной. Не попадает он в ворота. Но «Динамцы» продолжают давить. Поленков с неудобной. Здесь уже Николаев отбивает. И теряют шайбу. Спартаковцы в средней зоне. Чернов бросает над распластавшимся перед ним Романом Бычковым. Самотвержденность, ребят. Опять же, настрой. Все это. Переходит в желание поймать шайбу на себя. Куда можно сделать передачу? Это хорошо, когда на площадке есть коммуникация между вратарем и игроками обороны. Вообще от нее очень многое зависит. А теперь будет удаление в составе Спартака. Да, хочется посмотреть еще раз этот момент. Что там было. Да, там изначально все было чисто, а потом еще дополнительное движение, после которого Ленка упал на лед. Борта. Там, наверное, уже третья минута у Ажиганова идет на площадку, как у его партнеров. Там один Сергеев только успел смениться. Комтуа все-таки шайбу из зоны выбрасывает. И это все равно присутствует. Больше скажу, билетов на эту игру не было. Ой! Перекладина. Перекладина Миронов как влепил, но все-таки шайба линию ворот не пересекла. А, Гусев. Сейчас мог стать единоличным вами. Вот так на ровном месте вытанцовывает. У Спартака позиционка бросок. Филина, Моторыгин на перемещении. Шайбу останавливает. И дальше воздухом. Подальше, повыше. Динамо за ее выносит. Айтник. Габаритный Королев. Менел переводит. Не получается бросок, но шайба приходит к пакету. Сломанный клюшкой Гусев. Нет, не Гусев, это Уилл. Уилл отдавал. Ну и вот смотрим. Да, пакет один. Да, и не успел Вишневский помочь, постраховать своего партнера, но опять же так высоко защитник в лице Королева не может уезжать с пятака. Остаться в зоне соперника. Менел на Уилла, Уилл на Гусева. И три! Три-три-ноль. Никита Гусев благодарит Уилла за эту идеальную по точности передачу, после которой ему оставалось бросить по перемещающемуся вратарю. Смотри, ну тут великолепная передача. Не успевает переместиться ни защитник в лице Миронова, и Николаев также не сумел спасти свою команду. Видим, тут подмышку шайба залетела на перемещение, не успел сгруппироваться «Спартаковский вратарь». Посчитали, что на вираже просто потерял Рунайси. Голдобин на партнера, бросок! И ловушка Максима Матарыгина. Быстро! Мальцев недоумевает. Да как же так? Да что ж такое? Скорее Мальцев расчарован, но Филин бросок рядом. Со штангой шайба проходит. Так, крутился он Джашвили. И еще один момент. Это уже у... Это Пычков, защитник. Это он. Но Матарыгин снова уверенно разряжает обстановку у... Выпуклые. Не вогнутые. 4. 4-0. В последних трех встречах. И сейчас получается передача. Кстати, вот то, что с пакетом не исполнил несколькими минутами ранее. Здесь четко в крюк Джашвили. И тому ничего особенного и делать тоже не потребовалось. Просто технично переправил шайбу в ворота. 4-0. Вбрасывание выигрывают динамовцы. Готовец под бросок. Адамчуку! За пятой стучатся. Динамовцы им пока не открывают. Николаев подпирает дверь отчаянно просто. Плечом с той стороны говорит, нет, хватит. Достаточно. Уходите. Здесь вам не рады. Да, ну красно-белым надо помогать своему воротарю, а не просто его на растерзание. Надо у него спросить, что он много бы, что он нам сказал. Да, но мы и сами прекрасно все понимаем. И говорю, я опять повторюсь, тренерский штаб нам подсказывает. Все, ну... Тут просто выходишь, работаешь, да. Прекрасно понимаем, что динамо не дает там, знаете, такой комбинационный хоккей играть. Надо просто ее затолкать. Но все-таки пока Рыбар остается сухим. Мальцев катит вперед. Там уже сбрасывал скорость партнер Рубцова, а тот уже скорость вообще сбросил. Но в итоге каким-то образом удалось сохранить шайбу у ворот, бросок кружечки и Моторыгин в игре. Комтуа доходит шайбу до партнера. Это все тот же Королев. Но мы уже отмечали, что это очень жесткий защитник и сейчас досталось Антону Сизову. Да, не отказывает себе в удовольствии. И это ее за работа. Буруянов ставит корпус. Джошвили и там уже бьется Черныбор. И Чернов мог вторую шайбу на какие-либо забросить. Так, а это очень жестко или Игорь, ну не знаю, сейчас что при арбитре. Наконец все-таки в раздевалку. Не обязательно подтолкнуть. Ну да, не то, чтобы прям так сильно толкал, но здесь сильно и недостаточно. Чернов его не видит, он спиной располагается, он катит на смену. Тут даже небольшое подталкивание достаточно того, чтобы травм получить. Впрочем, ненадолго Гусев натягивал бросок, а в итоге шайбу сохранил. Уилл с разворота, с неудобной руки очень хлестко. Так, то ли бросал, то ли отдавал передачу на пакетах. В итоге получился бросок. Краснобелых уязвить. Есть пятый полевой, шайба доставлена на пятак, и Рыбар по-настоящему выступает в игру и выручает свою команду, оставляя ей за 13-17. Но не то, что иногда просматривается в действиях команды, которая проигрывает в третьем периоде, но очень хочет, если не отыграться, то по крайней мере пару раз уязвить вратаря соперников. Здесь так все как-то больше по инерции выглядит. Тот потерял, Галимов проталкивает ее себе вперед, но не более того, а дальше уже силовой. Круто он на Галимове? Да. Отработал и помешал Кудрявцеву бросить пятака. Менел, пакет 3, 3-0. Это пакет Спартак, а так 5-0. Седрик пакет. Широко отмечает свое 50-е очко за Динамо. Сразу хитриком, что мелочиться-то действительно. Ну и Рыбуру не удалось остаться сухим в этом матче. Переступил через клюшку Михеева, доставил Парядину за ворота, шайба ходит вокруг площади ворот Моторыгина и в конце концов Максим прижимает ее ко льду. От своей синей линии бросал по воротам, но в итоге арбитры не стали заниматься формализмом, сирена прозвучала и зафиксировала сухую победу Динамо со счетом 5-0. Не всегда как что-то подгадать, но радует то, что сегодня помимо большинства было очень много всего хорошего в равных составах. Бывают же встречи, когда пару долей человек зарабатывает, вам выходит и забивает. А здесь не было такого духа, который может поменять игру. Отличная игра, молодцы. С утра подготовились, поэтому нас так сыграли. Бои, это хорошо. Поэтому я надеюсь, что все плохие вещи мы уже плохие вещи в плане того, что выводы надо делать из того, что было до этого. Потому что мы очень много после выигрышных игр, после хороших игр делали неправильные выводы. я надеюсь, как мы сделали много хороших игр, но решение после этого была плохая. Поэтому я понимаю, что сейчас вы вступили в нашей деятельности.